Поэтому депутатам, конечно, хотелось бы услышать эту цифру, чтобы поменять. Президент Анатольевич, по НДФЛ рост планируется на 7,4%. Это привязано как-то с росту зарплаты? Планируется на основании, что дает 7,5 миллиардов, по-моему, министерства финансов. А, то есть это по рекомендации? По рекомендации. И еще один вопрос. Это арендная плата земли, ожидаемое исполнение с 17-го года 24 миллиона, а прогноз на 18-й 14,5 миллиардов. Это планируется, что массово будет выкуп, и мы будем из аренды земельный налог получать, или активность еще ниже будет, чем сейчас? На 2018 год, при формировании прогнозной цифры, учтен зачет переплаты по НДФЛ, которое было изменение подастровой стоимости по решению. 6 миллионов у нас уже выпадает из 2 части бюджета. Расторгли договора аренды 5 арендаторов. И все арендаторы купили земельным участком. То есть это у нас на свежении. Илья Анатольевна, а параметры бюджета у нас, как говорится, на согласованность, или сейчас на 15-й праве? То есть мы параметры берем из оконок, из наисковых правах, и выключаем кедалам. Согласованность. Илья Анатольевна, на главный период 2019-2020 год, ну, наверное, на 2017-м все-таки будет, дефицит бюджета. Чем мы закрываем дефицит бюджета? У нас следующий плановый период. Ну, в 2019-м год вы планируете без малышей цифровой бюджета? Ну, это плановый период, потому что мы планируем в соответствии с бюджетным законодательством 10%. Когда у нас подойдет в 2019-й год, мы формировали бюджет, конечно, на уровне 50-й уже не будет. Я просто смотрю, что на 2020-й год он еще больше? Да. Ну, это будет плановый период. Это прогноз. Это прогноз. Но такого, конечно, не будет в формировании. Хорошо, Илья Анатольевна, второй вопрос. Недоимка, по крайней мере, по ДНВД на сегодняшний день сколько составляет? Вот здесь указывается, что запланировано поступление ДНВД на сегодняшний день в размере 10% и вылечены на 1 июля 2017-го годы. По ДНВД? Ну, и вообще, может быть, по ДНВД в частности, и в общей недвижимости. Вот, по-моему, есть. Вот такой цифр у меня сейчас. Нет, нет, есть. Давайте, может, сессию вы озвучили. Ну, если я память, мне память не изменяет, они, по-моему, идут практически по плану. Там был недобор по центру 80% с планов. Ну, давайте, Илья Анатольевна, подобьем, для этой сессии уже. Я просто сомневаюсь с учетом этого. Да, Илья Анатольевна, еще момент. Вот, все-таки продолжение вопроса по земельным отношениям. У нас порно делается снижение доходов по 19-го года и по 17-го. Это за счет как раз у трех земельных отношений и что-то еще. Почему снижение доходов? Потому что мы планируем, чтобы по НДФЛ у нас рост, по другим налогам у нас рост в общую снижение. Только по этому доходу, а не то, чем у нас налога снижение, мы не будем снижение делать. Несмотря на где-то 15-процентный рост, у нас вот это так сильно нас вытягивает вниз. Конечно, если мы в этом году планируем 24 миллиона, а на 18-14 миллионов, конечно, 10 миллионов, правда, конечно, будет небольшое снижение. Ну, даже не небольшое, а приличное снижение. Ну, это было объективной причиной. То есть даже уже по правительственному закону закладывать? Ну, почему-то частично. Ну, почему-то частично. Почему-то частично. Потому что или умение закладывать, то и кладывать. Нет, по-моему, это не закладывается. Главный администратор на что-то закладывает. А он закладывается здесь, но я не думаю, что это не цена. Лилия, так, можно еще раз? Да, я слышу. А ты по этому поводу что-то можешь забыть? По правилам культуры. Это действительно вопрос в деле. Ну, знаете, по педитурке, по опыту прошлых лет, значит, по дебитурке. По дебитурке. Да, по дебитурке нашей задолженности, значит, естественно, педитурская задолженность, которую мы собираем. По опыту прошлых лет мы пытались закладывать суммы ожидаемые даже по выигранным нами делам, но, к сожалению, исполнительное производство за этим делом запаздывало. И поэтому, когда мы надували бюджет этими цифрами, а по итогу мы их не выполняли, у нас возникали определенные напряжения, в том числе, которые исказывались затем на наличии, у нас педитурская задолженность, что мы не смогли это самое. Поэтому здесь с этим вопросом мы очень аккуратно подходим. Спасибо. Вопросы, что можно, вот так вот мы рассматриваем, основной бюджет на 18-й, прогноз на 19-й. В доходной части мы уже видим, что предполагается снижение доходов еще на 20 миллионов. Просто...